Приветствую вас. По смыслу вашего сообщения можно сделать вывод о том, что у вашего мужа есть начальник, который постоянно недоволен, а станет задачей, которые не выполнены. Непонятно только, почему вы обращаетесь за помощью к нам, а не вашу муж тогда. Ведь если проблемы у него, то и разбираться в них надо бы ему, а не вам. Идите, надо сказать, что существует в этике, в профессиональной этике психолога. Существует такой запрет негласный. Нам запрещается консультировать тех, кто хочет решить не свою проблему. То есть мы не можем давать консультации, рекомендации третьим лицам, чтобы они потом передали эту информацию тому, кому это действительно нужно. Это неправильно. Это нарушает конфиденциальность, и по этой причине мы не можем этого делать. Потому что, например, совершенно непонятно, как ваш муж, будучи человеком военным, поставил себя в такую ситуацию, что принимает близко к сердцу начальника, у которого явно есть свои проблемы. Но чтобы понять это, чтобы четко понимать ситуацию, которая у вас происходит, нужно понять, что за человек ваш муж. Значит, ваш начальник, ну начальник в смысле вашего мужа, я имею ввиду. И тогда, когда будут ответы на эти вопросы, он будет дать какие-то конкретные рекомендации, но опять же не вам, а только лишь вашему мужу. Потому что ваш муж, это тот человек, который нуждается в помощь, это именно он нуждается в помощь, а не вы. И, соответственно, вам помочь ему может только он сам, а не вы. Опять-таки, вот этот момент, так же постарайтесь для себя, пожалуйста, как-то понять. Постарайтесь для себя в момент, как-то для себя уяснить, ибо это важный момент. Далее, чтобы не принимать близко к сердцу что-либо, нужно на самом деле не так много. Нужно всего-навсего заниматься тем, что в предписанном по договору, условно говоря, то есть по трудовому договору, который заключается вами, ну в смысле вашему мужу. И делать только то, что ваши силы в силах. И все. Больше ничего не нужно на самом деле от вас. Потому что, чтобы вы не делали помимо этого, чтобы вы не делали помимо этого, заодно вы будете виноваться. И если начальник ведет себя определенным образом, то это означает только то, что он хочет так вести себя. А если он хочет себя так вести, это значит, что он будет так себя вести в независимости от того, что будет делать ваш муж. И поэтому вот этот момент, понимание, четкое понимание того, что и как происходит, вам необходимо. и когда оно будет, и если оно будет, вот тогда уже можно будет говорить о том, что ваша ситуация изменится. У нас станет другой. Пока, пока все так. Пока непонятно, почему вы пришли за помощью, а не ваш муж. Пока непонятно, что за личность у вашего мужа, что за личность у начальника, как выстраивались их отношения, и так далее. Все это нужно анализировать. Со всем этим нужно работать, и тогда можно будет дать какой-то ответ. Более или менее адекватный, более или менее явный. Вот. Пока что, по этому сообщению, получается так, что муж сам свои проблемы решать не хочет, а вы пытаетесь ему помочь. Ну, согласитесь, согласитесь с тем, что вот так дела не делают. Особенно у военных людей. В людей и людей ценящих дисциплину и ответственности. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! До свидания! До свидания! Продолжение следует...